Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да ё-моё, когда это уже закончится? Я не понимаю. Кто там, ё-моё, шумит на улице? Всем привет, ребята, меня зовут Компот. Чё за фигня на улице происходит? Сегодня вроде будний день, все жители должны быть на работе. Почему? Там кто-то на улице чё-то шумит, чё-то говорит. Я не понял, секунду, они мешают мне работать и... О, опа, жители? А чё за собрание тут у меня на огородах, я не понял? Э, жители, секундочку! О, э, здрасте, а вы кто? Я житель деревни номер 53. Житель деревни номер 53, а почему пришли в нашу деревню? Компот, он хочет нам сказать кое-что важное. А что важное? Что вообще тут происходит? На вашу деревню готовится нападение толпы гриферов. Нападение толпы гриферов? Какой ещё толпы? Короче, судя по словам этого жителя деда, на нашу деревню готовится нападение гриферов, представляешь, Компот? Ну и чё? Это ж всего лишь гриферы. Не раз на нашу деревню уже нападали гриферы, и гриферили, и ломали, тут всё лавой заливали. Мы же всегда побеждали, и в этот раз победим. Нет, вы не понимаете. Если бы это был один грифер, я бы не прибежал вас предупреждать. Они, они разрушили полностью мою деревню. Я уцелел и прибежал, чтобы рассказать об этом вам. Вы чё, не можете победить гриферов? Они же и себя ничего не представляют. Просто какие-то, ну, мелочные. Нет, в этот раз всё не так. Они огромной толпой нападают. В смысле? Да, Компот, на этот раз нашествие гриферов будет составлять около 10 тысяч клонов гриферов. Чё? Чё же вы молчали? Жители, так готовиться надо. А как? Бессмысленно, мы не победим. Тогда нужно что-нибудь придумать. Спасибо вам большое за информацию, спасибо, что помогаете нашей деревне. Жители, жители, не толпимся, расходимся, давайте, готовиться срочно надо. Ой-ой, ребята, вот так новости. Так, погодите, у меня есть предметы, чтобы защититься от гриферов. Ну, вы знаете, они находятся у меня под печкой. Там и пушки всякие. Беру свои слова назад, у меня ничего нет, всё кончилось. У меня остался только торт, но этим гриферов не задобрышь. Чё ещё осталось? Ну вот, из полезного только алмазного инструмента. Ну, чё я с ними могу сделать? И удочка, блин, серьёзно, что ли? Короче, нужно думать, чё делать. Деревню мы защитить не сможем, ребята. Ну, просто реально ничем, абсолютно. У нас даже обсидиона нет, чтобы завернуть все дома. Про бедрок я уж вообще молчу. Жители, да чё мы не расходимся-то, я не понимаю. Гриферы же наступают. Расставься, Капот, мы просто обсуждаем, как их победить, как защитить нашу деревню. У тебя есть чем побеждать гриферу? Нет, жители, к сожалению, у меня нечем побеждать гриферов. Абсолютно ничего нету. Ни пушек, ни блоков всяких, ничего. Только алмазные инструменты и всё. Блин, ну чё же нам теперь делать, если мы дома защитить не сможем, а отпором тоже дать не сможем? Ну, не знаю, жители, в принципе... Погодите, у меня же есть алмазные инструменты. А что если нам просто переждать атаку гриферов? В смысле, каким образом? Ну, в прямом мы просто возьмём, построим бункер какой-нибудь защищённый под землёй. Гриферы же они не читеры, они не смогут проверить, что мы где-то спрятались. Эти гриферы вонючие придут и всё, и уйдут. Ты думаешь, это действительно рабочий способ, как нам пережить нашествие гриферов? Ну, а чё ещё нам остаётся делать, жители? У нас не обсидены, ничего нету, мы никак не защитим деревню. По-моему, идея очень крутая, потому что если мы спрячемся, этим гриферам будет неинтересно гриферить нашу деревню полностью. Они так тут побегают и уйдут. Да, да, почему бы и нет? Ладно, Капот, тогда давай сделаем так. Мы пойдём попытаемся заприватить нашу деревню, а ты пока начинай строить бункер. Всё, жители, тогда так и сделаем. Давайте, я побежал на склад за блоками, всё, работаем, работаем. Так, ребята, побежали быстрее, времени не так много. Так, ребята, быстрее подбегаем к складу, нужно срочно забрать какие-нибудь полезные предметы отсюда. Короче, всё, это все предметы, которые я смог наскрепсти. Тут их не так много, даже немножко, кстати говоря, обсидена нашёл. Этого не хватит, чтобы защитить дома в нашей деревне, но хватит для того, чтобы усилить наш бункер и динамит. Там, кстати, у нас на складе осталось не так много блоков, их реально мало. Так, и бункер, наверное, я буду строить вот здесь, почему бы и нет? Я думаю, это такое, знаете, самое козырное место и удобное для входа и так далее и тому подобное. Смотрите, по какой тактике я его буду делать? Я нашёл там вот такие вот секретные двери, если я её сюда поставлю, никто даже не догадается, что тут какой-то вход в бункер. Об этом будем знать только, ребята, мы с вами, ну и, естественно, жители, которые будут там укрываться. Сейчас вот так вот ещё сравняю тут ландшафт, чтобы точно не догадаться. Во, типа тут ничего нет, а на самом деле тут вход в бункер. Теперь давайте раскопаем немножечко яму, и я хочу поставить сюда люк, тоже скрытный. То есть даже если грифера случайно как-то найдут, они ни за что не догадаются, что тут ещё один люк находится. Они подумают, что тут опять дверь, попытается ходить, но ничего у них не получится. Короче, взял немножечко лестниц, чтобы, ну, спуститься, естественно, вниз. Давайте сюда куда-нибудь факел повесим, и будем потихоньку спускаться в самый низ. Потому что, ребята, кто знает, что эти гриферы будут тут делать. Возможно, они тут будут подрывать динамит, поэтому нам нужно немножечко углубиться. Чтобы взрывная волна и вообще, в принципе, всё это разрушение динамита нас не коснулось. Я думаю, что такой глубины будет вполне себе достаточно. Блин, ничего не видно, во, всё шикарно, теперь всё видно, всё нормально. Теперь мы будем строить основную комнату бункера. Для начала, как обычно, я хочу прокопать, ну, какую-то, знаете, область. Блин, через сколько там гриферы придут? Я что-то даже переживаю, ребята, что я не успею. Надеюсь, жители там уже вовсю хоботят. Приватят там дома и надеюсь, что у них получится это сделать. А я пока что строю бункеры, хоть бы я успел, серьёзно вам говорю. Потому что что-то мне подсказывает, что сегодня удача не на моей стране. Короче, ко мне только что в голову пришла гениальная идея. Я выкопал вот такую вот небольшую комнату и решил поймать грифера, если всё-таки они к нам прокопаются на их же ловушке. Короче, смотрите, мы отдаляемся немного от нашего бункера. Я думаю, что на такое расстояние достаточно. И выкапываем тут небольшую плоскую стену. Вот, смотрите, я выкопал одну стену и получилось такое углубление. И теперь в это углубление я буду закладывать динамит. Да-да, если всё-таки они сюда прорвутся как-то, то они просто вскопают этот динамит и подорвутся на нём. Так, теперь это всё ломаем и закрываем за собой. А со стороны стен, где у нас находится этот непосредственно динамит, чтобы, ребята, нас не задело с жителями, я поставлю сюда вот такие вот обсидианые защитные штуки. Их у меня не так много, поэтому буду экономить. Но я надеюсь, что на все стены хватит. Та-дам! Вот такая вот одна стена получилась. С этой стороны мы делаем точно то же самое. Шикарно! Всё с этой стороны, ребята, я сделал. У меня осталось всего лишь два обсидиана. В принципе, я их никуда пока что тратить не буду. Давайте лучше начнём уже, в принципе, сделать защитные стены. Я понимаю, что лучше бы я сделал их из железа, но, к сожалению, ребята, у нас железо абсолютно кончилось прямо в ноль. А добывать его мы просто не успеем. Поэтому я взял блоки, которые там были, а там были лишь вот такие вот каменные блоки. Поэтому будем пользоваться ими, будем стены остальные делать из них. Короче, всё, ребята, готово. Вот такой вот небольшой бункер у меня получился. Я думаю, что мы тут все уместимся с жителями. Осталось найти какую-нибудь защищённую дверь. Я надеюсь, что у кого-то она есть в деревне. Так, шикарно, ребята, бегом поднимаемся быстрее. На самый верх выходим. Так, о, жители, а чё вы тут стоите? Капец, Капот, мы тебя потеряли, никак найти не могли. О, вот знак хороший, что мой бункер действительно секретный. А ты его чё, Капот, уже настроил? Всё, я могу спускаться, потому что время на исходе. Мы слышим уже, как они подходят. Чё, они уже подходят? Вы дома заприватели? Да, но не все смогли заприватить. Прав недостаточно. Чёрт, ладно, хорошо, все проходите потихонечку в бункер. Мне нужна металлическая железная дверь. У кого она есть дома? У меня Капот есть, у меня в сундуке, возьми там дома. Всё, давайте, бегом туда, проходите, проходите все срочно в бункер. Так, если я не ошибаюсь, житель живёт в этом доме. Бегом, 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 мы срочно должны найти там дверь в сундуке. Так, 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 ну наконец-то я вернулся в эту деревню. Всё, этим всем жителям и этому компоту хана. Я за Грифферию эту деревню, потому что на этот раз я не один. Со мной мои друзья. Вы со мной? Да! Ну что ж, ребят, тогда начинаем. Ааа, они идут, Капот! Так, где же эта дверь проклятая? О, в принципе, тут есть две двери. Капот! Чё, чё, чё там жители орут, я не понимаю. Так, ладно, хорошо, берём быстрее давайте дверь. И в принципе, всё, больше нам ничего не надо. Выходим отсюда и... Кажется, я понял, почему они орут. Капот, срочно сюда они идут. А сейчас, сейчас иду. Чёрт, ребята, я ведь даже ничем бункер не заполнил. Чёрт, кровать, срочно кровать. Берём с собой верстак, печку, не знаю, потом мы всё верну. Сундук, всё, забираем с собой. Абсолютно, быстрее, бегом. Жители, вы чё, ещё не в бункере? Вы чё, ещё не в бункере? Залазим, спускаемся, спускаемся. Капот, давай вниз. Капец, их дофига. Это самое настоящее нашествие грифферов. Вниз, срочно все вниз. Так, шикарно. Ну чё, жители, все на месте? Да, Капот, все залезли, можно закрывать. Быстрее нужно закрывать, потому что они вот-вот сейчас начнут нападать в нашу деревню. Всё, шикарно. Я поставил дверь. Мы в безопасности, надеюсь. Ну что ж, грифферы, все в атаку! Вперёд! Да! Да! Да, 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 да. Снимаем всё. Ух, смачно мы, конечно, постарались в этой деревне. Это ещё не конец, но... Стоп. А где все жители? Чё-то я не понял, а? Эй! Ребят, вы видели жителей компота там? Не, не видели. Не, куда пропал. Странно, чё за фигня? Мы их тоже должны всех грохнуть. Где они все? Давай идти искать их. Капот, ты слышишь? Какие-то шорохи сверху. Да, мне кажется, грифферы там уже вовсю орудуют. Ну ладно, ничего страшного. Главное, что мы в безопасности. Да, только неизвестно, сколько они там будут, а у нас ничего нету. Жители, не волнуйтесь, у нас есть всё. Извини, я у тебя там сундук сломал. Ну, короче, я в пупыхах забрал все твои предметы, которые у тебя были из дома. А, да ничего страшного. Давай, ставь их срочно, кушать хочется. Ну, там из еды, конечно, ничего не было, зато была печка. Ладно, хорошо. Давайте я прямо сейчас расставлю всё, что есть. Успел кровать забрать, поэтому кто устал, ложитесь спать. Я, в принципе, пока что не устал. Чё ещё? У тебя была алмаза, броню. Это я всё положу, это я всё трогать не буду. У кого-нибудь ещё предметы есть? Ну, у меня немножко еды есть, буквально на двух жителей хватит. Так, тогда ладно, кто самый голодный, подходите к этому жителю. А я тогда побольше сундуков сделаю, раз у нас немного предметов есть. Так, шикарно, переделываем абсолютно все брёвна в доски, шикарно, и делаем сундуки. Так, жители, давайте, 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 всё, всё нормально, всё будет хорошо. Ещё вот какую-то штуку такую странную нашёл. Как-то подумаешь, наша деревня уцелет. Ох, жители, я надеюсь, что да, я надеюсь, что всё будет хорошо с деревней и всё будет отлично. Ребят, мы не знаем, сколько нам тут с жителями торчать, я надеюсь, что недолго. Я надеюсь, что эти гриферы скоро уйдут. Ну ладно, надеюсь, что в следующем видео деревня будет уже целой. Что же, с вами я прощаюсь, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем удачно, спасибо, всем пока, ребята. Толпот, расскажи анекдот. Анекдот, короче. Субтитры сделал DimaTorzok